Баир Жамбалов не виновен, но только по его мнению. Сегодня в Прибайкальском суде началось первое заседание по одному из самых резонансных дел за последнее время. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Не считайте виноватым. А почему бы вы не оказали помощь? Любой бы человек, сочувствующий, я думаю, так бы не сказал все равно. Даже если с его слов брать, что он не был на месте. Все равно такой человек нормально не скажет, что не за что просить прощения. Тем более, даже если с его словом он там не был, он знал об этом. Прекрасно знал, что происходит в дальнее время. И ничего не предпринял. Жамбалов хотел разъединить дело, исключить показания нескольких свидетелей и изменить меру пресечения на подписку о невыезде. Суд все отклонил. Это ваша просьба была, да? Только решение судить. А вы можете? А почему комментарий не даете сегодня? А сейчас можно комментарий? Следующее заседание состоится 25 января в 10.00 в открытом формате. Мы следим за развитием событий. Народному мстителю с костылем грозит до двух лет тюрьмы. Вчера мы рассказывали о мужчине, который колотил тростью ленд-крузер за то, что тот чуть не наехал на людей на остановке ТСК. На молодого человека возбудили уголовное дело, умышленное уничтожение или повреждение имущества. Сейчас задержанные находятся под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. Водителю крузака грозит штраф за движение по пешеходным дорожкам либо тротуарам. В Бурятии мужчина похитил трехлетнюю девочку, угрожая пистолетом ее отцу. Как выяснилось, мать девочки после развода уехала в другой регион и никак не могла поделить ребенка с бывшим супругом. Она обращалась в суд, чтобы воссоединиться с дочкой. Так и не дождавшись решения суда, она вместе со своим ранее судимым приятелем вернулась в Бурятию, чтобы совершить похищение. На такси они приехали к дому, где находилась девочка. Мать осталась в автомобиле, а ее друг зашел внутрь, где, применяя пневматический пистолет и угрожая отцу девочки убийством, похитил ребенка из дома. Вывел на улицу и усадил машину к матери. После этого они вместе с девочкой поехали в сторону Улан-Удэ. Однако на въезде в город были остановлены по ориентировке сотрудниками вне ведомственной охраны и задержаны. Когда мы вдвоем остались с ним на кухне, я достал пистолет из-за пояса, направил его в голову. И сказал, что я забираю ребенка. Сказал, что меня за это заплатили, но только лишь из-за того, что он не думал на... Я хотел таким образом заставить его думать о чем-то другом. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей. По делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины этого происшествия. Границы с Монголией все еще на замке. Ограничительные меры по перемещению товаров и физлиц из Монголии в Бурятию сохранятся до 31 марта 2021 года. Делается это в рамках профилактики коронавируса. В отдельных случаях пропуск транспорта проводится по согласованию сторон через однодневные транспортные коридоры. Всего 16 ноября прошлого года было открыто 4 таких коридора. Спорту быть! Накануне на заседании Республиканского оперативного штаба приняли решение о возобновлении спортивных мероприятий. Об этом сообщил в соцсетях депутат Хурала Игорь Марковец. Глава Республики Алексей Самбуевич дал поручение Минспорта совместно с Роспотребнадзором отработать этот вопрос. Важно соблюдать все санитарные требования и будут рассматривать каждое мероприятие отдельно. Пока без зрителей.